Для одних горечь потери, а для других радость наживы. На Бельском кладбище выявлена схема превращения людских слез в денежные знаки. В 15-м году там из 1120 новых могил 572 были выкопаны вручную, но деньги, 2300 леев с каждой могилы, в кассу не попали. Сумма ущерба только за этот год, около 1 миллиона 300 тысяч. Всего за 14-й, 15-й и первое полугодие 2016 года было похищено 3 миллиона 254 тысяч леев. Стоит ли удивляться, что Бельское кладбище много лет оставалось неблагоустроенным? Схема, в которой участвовало руководство кладбища, была выявлена, когда на должность директора муниципального предприятия ДРСУ, отвечающего за функционирование некрополя, был назначен Сергей Пчела, бывший полицейский, заведовавший в Бельцах отделом по борьбе с организованной преступностью. Ликвидация механизма хищения уже позволила предприятию снизить тариф на ручную копку могил с 2300 до 1722 леев. Обо всем этом Сергей Пчела доложил в понедельник утром мэру Бельц Рената Усатому. По словам нового руководителя, средства присваивала группа лиц во главе с бывшей смотрительницей кладбища, которая уже уволена. Работали ее сын, племянник и третий человек, то есть гробокопатели. Есть объяснительные от двоих. Они признали вину, пояснили, что они получали на троих 1500 леев, а остальное доставалось директрисе кладбища, рассказал Пчела. При этом, как отметил новый директор ДРСУ, все данные граждане были еще и официально устроены на работу, получали зарплату и соцпакет, но по факту работали на себя. Если я все правильно понимаю, то бывшее руководство грабило не только живых, но и мертвых, прокомментировал Рината Усатый. Мэр поручил направить все материалы данного дела в правоохранительные органы. Ринат Георгиевич, по вашему поручению, мной была проведена ревизия на одном из подразделений предприятия ДРСУ, отдел ритуальных услуг. В ходе проведения данной ревизии, информация, которая вам была кем-то доставлена, была предъявлена, я могу подтвердить следующую ситуацию. За 2015 год было зарегистрировано только на кладбище, которое находится у нас, в новой кладбище по улице Лунгу, было зарегистрировано 1120 похорон, из которых было выкопано эскаватором 548 могил. Эти все деньги были обректированы без проблем. Остальные 572 могилы были выкопаны, которые ручным путем. Эти все деньги были похищены с предприятия. Сумма составляет 1 миллион 300 тысяч. То есть, это за какой период? Это за 2015 год. За 2015 только, да? То есть, его было, получается, 1100 с лишним захоронений. 1120. 1120, из которых 548. По приходу она только была. Это то, что экскаватором, то есть предприятие оказывало услуги. 572 то, что копали вручную. Умножали на 2 300, была стройность тогда, 2 300 одной вручной. Значит, эти деньги в кассу не попали? Не попали, ни один лень. Общая сумма ущерба, хищения какая предприятие? Примерно 1 миллион 300 тысяч. Это за 2016 год. 2015 или 2016? То есть, 2015 год, извиняюсь. Что касается за последних 2,5 года, значит, бухгалтер посчитал, значит, получается, за 2014, 2015 и полугодия 2016 года сумма похищенных денег составляет 3 миллиона 254 тысячи лей. Как комментируют вот эти похищенные деньги те, кто этим занимались? Меня интересует. Ну, есть... Есть же директор кладбища, да, который, наверное... То есть, эти деньги кто забирал? Директор кладбища. Смотритель. Там была такая Валентина Ивановна смотритель на кладбище, которая была. Значит, я ее уволил только, когда пришел, по информации, которая уже была. Последующая, значит, там работало так. Ее сын работал, ее племянник работал и третий человек, который... Три гробокопателя вот этих, которые были. То есть, эту схему организовал директор кладбища, правильно? Да, директор кладбища, да. Значит, что касается этих, которые копали ямы. Вот у меня есть их объяснительный, где они признали свою вину, и они признали, что они только брали по 1500 лей, а все остальное брала... Директор кладбища брала эти все деньги. То есть, полторы тысячи лей из этих денег оставляли себе именно те, кто копали, то есть, рабочие? Они не оставляли, она им давала. То есть, деньги все проходили через директора кладбища. То есть, директор получал все деньги за захоронение... Им давала по 500 лей каждому заработать, 800 лей оставляла себе, получается? Получается, парадоксальная ситуация. Значит, наши на предприятии люди официально устроенные, они полный имеют соцпакет, они имеют все блага, которые зарплата имеется в виду, и при всем том, они работали только на себя. Эти люди все дали объяснительные, то есть, они подтвердили все это, да? Да. Это все эти три человека? А сын не хотел дать никаких показаний, абсолютно. Я его уволил, безусловно, по статье уволил. Племянника тоже самое уволил сразу же по статье. Остался только один, который сегодня дал признательные показания. Он остался на работе, на прежней работе. Мы уже сейчас приняли других сотрудников, и каждый день уже приходится уже сумма. По вашему поручению, были пересмотрены также тарифы на копку ямы. Значит, мы с 2300 лей просчитали правильно ли это самое, и людям сделали скидочную сумму примерно 600 лей. То есть, сегодняшняя копка ручной могилы стоит 1722 лея. То есть, если я понимаю, что бывшее руководство, те, кто были до вас, они грабили не только живых, а грабили, получается, и мертвых. Да, исходя из ситуации. Общая сумма, еще раз сказать, 3 миллиона 254 тысячи, да? Да, предполагаемая эта сумма. Это вы посчитали количество захоронений, которые... Да, перемножили на сумму стоимости копки могилы. Уже в рамках, наверное, уголовного дела, потому что эти все материалы по вашему поручению мы направим в правоохранительные органы компетентные, которые будут проводить расследование. Уже в ходе расследования будет установлена реальная сумма. Приведется ревизия дополнительная, приведутся уже дополнительные мероприятия со стороны правоохранительных органов, где будут, естественно, спрашивать людей, кто давал, сколько давал. Я думаю, пользуясь моментом, мы должны настроить людей, безусловно, потому что люди мне звонят почти каждый день. Вот у меня тогда взяли такую сумму, тогда такие. У меня есть адреса, у меня есть телефоны тех людей, которые готовы дать полностью показания, кому давали сколько денег. Значит, я хочу обратиться к бельчанам, которые пострадали, которых заставляли платить эти деньги. То есть, любая информация, которая есть, связанная с незаконной деятельностью бывшего директора кладбища, бывшего руководства ДРСУ, можете не стесняться, можете звонить в примарию, можете звонить новому руководителю ДРСУ, Пчеля Сергея Владимировича, информировать его о всех правонарушениях. И плюс, можно сегодня, в принципе, людям сказать, что вместо 2300 лей, они будут платить 1720, вы говорите, да? То есть, на 600 лей будет дешевле стоить эта услуга. И плюс, напишите одно письмо, как фамилия этой директрисы кладбища? Не помните? Не помню, я как ее это сообщил. Вот это Валентина Ивановна, директриса кладбища. Напишите ей также письмо, в прямом смысле, напишите ей письмо со всеми этими деньгами, которые она прикарманила в течение этого периода времени, и пусть не постесняется вернуть по-хорошему эти деньги муниципальному предприятию. Она организовала схему, пусть вернет деньги, пусть вернет деньги. Я, Женат Георгиевич, удавляю, что-то мы только взяли анализ двух с половиной в последних лет, а это длилось на протяжении всех прежних руководителей. То есть, это была тенденция на протяжении более 10 лет, это все длилось. И эти все деньги никогда не приходили в кассу, несмотря на деньги. То есть, если мы берем полтора миллиона в год? Ну, грубо говоря, где-то полтора. Полтора миллиона в год за... Может, раз в угодно 10 лет, потому что у нас есть книжки... То есть, украли минимум 15 миллионов лей? Где-то примерно... Что по тому курсу, когда эти деньги крали? Значит, полтора миллиона, если сегодня это порядка 80 тысяч долларов, то тогда это было 120 тысяч долларов в год. Да, где-то так примерно. То есть... Варили в этих размерах. Шикарно. Более миллиона долларов из карман жителей Бельц, те, которые хоронили близких людей. Неплохо.